Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Monster Hunter World с дополнением Iceborne И я тут смотрю, что никак не получается у меня насобирать первый миллион из зеней Все время я что-то крафчу, в этот раз я скрафтил себе новые клинки водяные и огненные Сейчас на них посмотрим, давайте сдадим результаты исследований Я на запись немного покопал, немного пофармил разных монстров Задания дополнительные некоторые поделал, события некоторые Выполнил еженедельные, наверное, да, это вот заказы фактически, вот эти вот все Королевская сфера доспехов очень будет полезна наверняка Тяжелые сферы тоже вполне неплохие Серебряное яйцо можно будет продать, как раз, кстати, если я продам хлам, может быть у меня денег насобирается до миллиона Что здесь очень важно, мне кажется, так это вот золотой виверианский знак Он будет полезен, его можно будет менять на некоторые... Сферы? Не сферы, а как они? Ну, короче, на некоторые части монстров, которые очень редко падают Которые могут понадобиться для крафтов Плюс нужно каждую неделю играть на паровой машине Обязательно, ну, там приходит сообщение, что там она готова Вот, там тоже дают талончики, за которые можно вот этой вот бабуля будет покупать Давайте как раз посмотрим, сейчас как это работает Приплавить предметы Так, тут у нас ничего Вот золотые виверианские знаки, у меня три штучки, да Самоцветы виверные Это старые самоцветы в основном Давайте посмотрим Есть что новое Вот это вот небесный виверианский знак мы получаем как раз за паровую машину Раз в неделю стабильно можно получать по одному знаку Там 100% можно его получить за неделю Вот И... Тот же мутаген Давайте возьмем мутаген Потратим один значок Или может не стоит Большой урок, кстати Ну, мне все равно одного рога не хватит для того, чтобы там что-то скрафтить Но, с другой стороны, мы сможем посмотреть На сеты, может быть Огневик, Кулва Тарота тоже, да Ну, да, это все, в принципе, старые Старые части Самоцветы и всякие прочие дела Из монстров до дополнения Но они тоже могут понадобиться для крафта проходных каких-то оружий, да Или... Ну, для доспеха вряд ли Но для каких-то проходных оружий запросто Так, давайте посмотрим Что по клинкам я сделал Сейчас, наверное, в этот зайдем Пам-пам-пам Сменить, модернизировать Да, сменить, наверное, снаряжение Вот такие клинки 180 урон водой Довольно слабый урон водой По нынешним меркам Но зато белая заточка и 20 мастерства Вариантов... Был другой вариант с синей заточкой Без белой И он, мне кажется, намного хуже Хоть там и урон больше Но и там мастерства тоже нет Потом скрафтил Вот эти клинки огненные Тоже, опять же, ради белой заточки И вроде бы все То, что я скрафтил не на запись Вот эти клинки улучшил Получается водные И вот эти вот огни То есть у меня теперь есть все стихии Кроме... Нет, не все Чего-то льда не хватает Да И дракона нормального тоже Более актуального не хватает Есть... Ну, отравление Как бы такой вариант Но есть гроза Есть огонь Вот эта гроза очень хорошая У нее очень большой урон Есть вода И льда не хватает По-моему, все, да? По стихиям Что я еще упускаю? Ну, короче Мы сегодня отправимся на Аньоната Давайте посмотрим, что там Пишут по... Я вроде следов достаточно его насобирал И даже какую-то из следов Одну часть его раздобыл Вот он, вот он Вот он, громовой Бить его водой или льдом? Наверное, с этими водными клинками Мы и пойдем, я думаю Гроза на него не работает Поэтому толку не будет Все остальное тоже как бы Так себе У него будет какой-то заряженный режим Не знаю, что это и как-то пока Ну и видим, да Награды какие Если хвост отрубим ему плеть Получим его Все хвосты сейчас Как я понимаю У этих Мастер-ранговых монстров Плетью называются Ну и вроде бы все Больше ничего интересного здесь нет Что еще я хотел? А, да Интересный момент Разработчики Дорожную карту выложили По поводу Дальнейшего развития игры И Летом ПК-версия догонит И сравняется уже с Консольной И обновления будут выходить дальше Параллельно И на то и на другое Потому что сейчас у нас Немножко в разнобой Все идет, конечно же Да, потому что ПК-версия вышла позже И Софиджива Правильно, Софиджива У нас будет Или Ксенаджива Слушайте, я их путаю, наверное В марте только Через Месяц То есть вот этот вот Финальный на данный момент Рейдовый Босс Которого падает куча оружия Будет только в марте Но Через Четыре дня Двадцать четвертого числа Начнется там Какой-то праздник Чего-то Не помню чего Но в общем Какой-то праздник Типа Ивент будет Праздничный И на протяжении Дней Десяти Если не ошибаюсь Будут доступны Интересные события Которые нужно будет Обязательно Пофармить С неплохими наградами Плюс Сеты там будут И на визуалку И короче Всякое разное Все вот эти вот Ивенты Они очень-очень Интересные И полезные Я Ну тут тоже Интересного Ничего не было Вот тут Битва с шарами Тоже неплохая тема Я правда Еще так и не добрался До нее Но Можно будет Получить Сферу доспехов Дополнительные После этой битвы Я тут вчера Занимался Чем я занимался Вот это вот Сделал Задание Там кости Дополнительно Дают Но кости Оказались Старые Вот С этих Заданий В лесной части Дополнительные Бонусные Кости Будут Которых Которых у нас Еще нету То есть я предполагаю Что из как раз Громового Аньоната Будут новые Материалы Новые кости Да Из которых Будут крафтиться Как раз Более сильное Оружие Может быть Какие доспехи Будет Короче Интересно Сейчас Посмотреть Ну и Рангмастер 14 Надо Чтобы Можно было Ходить На Вот этот На это Задание Ладно В любом случае Поехали По сюжету Дальше Так Так Наверное Не будем Пока талончик Использовать Я не знаю Насколько будет Мерзким Этот Аньонат И Давайте Наверное Еще Сделаем Небольшую Ракировочку По Вот Этим Предметам Добавим Вместо Вот этих Древних Зелий Все-таки Обычные Максимальные Потому что Древние Зелия Сложнее Фармить Там Рога Килби Нужны Их Ну Короче Неинтересно Фармить Совершенно А вот эти Крафтятся Намного Проще И Добавим По одной Бутылке На Защиту Демоническое Снадобье Одно Я думаю Больше не надо Что выпить Сразу И Забыть И Защитное Бронированную Кожу Я думаю Тоже Можно Одну Пока Есть Запас И будем Перед каждым Боем Сюжетным Наверное Пить Это Маленький Такой Бонус К защите И к атаке Будет Для нас Весьма Весьма Скромный Конечно Ну и Вроде бы Все Можно взять Пустоягод На всякий Случай Потому что Аньянат Может быть Скорее Скорее всего Будет Нас Какой-то Гадостью Заряжать Будем Разряжаться И Так Вот это Надо Наверное Сохранить Так 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 Х Вот так И Р По-моему Запомнить Комплект Вот такой Вот вариант Я хочу Пока запомнить Это Будет Мое Новое Налегке Можно Было бы Еще Ловушку Вторую Конечно Добавить Ну Ладно Так И Пустоягоду Вернем Пустоягода Не всегда Нужна Нам Но На Аньянате На этом Скорее всего Понадобится И Сменим Снаряжение Посмотрим Наверное Да Покров Скалы Временной Нам будет Достаточно Этих двух Покровов Все Погнали Пойдем Сейчас Первым делом Конечно же И пойдем Пинать Аньяната Блин Десять минут Сказки Рассказывал Какие-то Да Да Все Поехали Продолжение следует Погнал их Посмотрим справиться. Давайте быстрее горячий напиток выпьем, а то стамина уходит в никуда. Так, хорошо. Анината мы не видим, да? Следов я недостаточно много собрал. Чтобы сразу его увидеть. А может быть там какая-то катсцена еще будет? Новый уровень, а он уже видим его. Отлично. Пропустил след, но возвращаться не стану. И этот тоже пропустил. О, стоп. Ха. Тут кроме Анината еще кто-то есть. Так, отстаньте от меня. Мелкая зараза. Следы зубов от... Может быть тут не Анинат будет главным противником? даже. Да интересно сейчас будет. Так, давайте мы сразу напяляем покров скалы. Пока он будет кричать там, мы ему пару раз вломим в лицо. так. Тут технично сработало. Ой, мы еще получили урон от... ломающейся штуковины. Оп, вот это все мимо было никуда. Сырье возьмем. Проникающее зерно возьмем. Он, кстати, не разъяренный, как ни странно. Попробуем ногу ему размягчить. Нету. О, давай, 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 давай. Чтобы можно было, может, в ногу ему как-то. Но я, наверное, не по ноге его бью, да? О, вот это нога. Ага. Попробуем еще разок. Давай. Во. Блин, он повернулся к нам другой ногой. Давайте еще раз в стену его. И промазал. Черт. Вот сейчас он наверняка будет очень агрессивным. Хвост ему тоже отпилить хотелось бы, наверное, да? Ну, это будет сложно с нашим оружием. Ну, сложно, но, может быть, и можно. О. Давай, 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 цепляйся. Пусть он... А, мы довольно быстро стамину тратим. Ладно. Он пока довольно легко идет. Он такой не очень подвижный по сравнению с другими монстрами, которые сейчас у нас новые появились, да? разозлился. Малыш. Малыш. хорошо. Я думал, будет страшнее и больнее. Ну, кто вот это? оп. Получится, может быть, пока он там плюет разочек ему зарядить. Разочек зарядили. Даже от него чего-то отвалилось. Хорошо. Иди сюда. Не достал. О, 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 он достал. Вот это больно. Блин, хорошо, мы возле этой. Давай, 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 вставай, вставай. Нет, 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 нет. Сейчас он, если на нас сагрится, то... Да. Опа. Давай, лечимся, лечимся. Еще разок лечимся. Что-то он никак не перестанет быть таким агрессивным. О, все. Немного попустило его. Так. Ну, так-то и не скажешь, на самом деле, что его попустило. Потому что все равно он какой-то прям очень подвижный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Таблетку. Попробуем вот так. Да, блин, надо было упрыгать, да, а потом одевать это. А теперь я оглушен. Давай, 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 давай. Давай. Хорошо. Пьем. Пока он к нам возвращается. Мы вроде немного лицо ему. Нет, не убегай. Ааа, зараза. Мантия сейчас никуда уйдет. Вот это будет обидно. Остановись, пожалуйста, быстрее. Не беги через всю локацию, где бредремучая. Я следы все пропускаю, потому что надо к нему быстрее идти. А следов много. А тут стенка где-то далеко. О, но вот там есть... Гаджилаки, которые нам помогут. Надо только его сюда заманить. Давай, 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 давай. Теперь цепляемся ему куда-нибудь. Опа, есть. И они теперь сейчас окружили и вламывают ему. И мы тоже будем вламывать. Можно было сейчас на хвост его переключиться. Может быть, даже я бы по нему попадал бы лучше. Ох! Вот это хорошо. Хорошее здесь место. Мне нравится, что ты сюда пришел. Определенно. Так. Немного в хвост попали. Давайте, может быть, размягчим его. Пока он там на завтыке стоит. И пока он не стал агрессивным... Это что было такое? Пей, 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 пей. Пей, быстрей. Не в ту сторону. Давай. Пойдем, в целом. Блин, как-то быстро встал. Мы так не договаривались. О, это больно будет. Да. Входим. Входим. Пьем. Эту штуку мы уже использовали. Отлично. Хвост не срезали, конечно, но все равно вполне неплохо было. Сейчас, может быть, получится выйти еще на один залп, если повезет. Давай. Ой-ой-ой, надо пить. Надо пить. На стаминку. Это не то. Ой-ой-ой. Нормально, нормально. Бежим, бежим, бежим. Давай, 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 давай. Фух, полечились. Идем, может, сюда немного. Тут у нас вроде здоровье регенится, по-моему, да, в этой? Надо косточку взять, может быть, сейчас получится, если он попустится. Воу. Сейчас пустая ягоду съедим. О, давай-давай-давай-давай-давай. Влечение нам пригодится. Все, он устал. Давайте ему разочек. Так. Оп, мимо. Не-не-не-не-не. Идем ближе сюда, давай. А, он уходит уже. Ну ладно. Я хотел посмотреть. А, она не лечит нас. Я думал, это аналог вот этих вот лечащих штуковин, которые были раньше. Но нет. Так, что мы можем здесь интересного сделать? А, она не лечит нас. Хорошо. Это хвост, я надеюсь, да? Ты так просто от меня не избавишься, пока на мне эта мантия. Ай-яй-яй. Было бы, наверное, хорошо. Сейчас пустая ягоду съесть. На всякий пожарный. Крик тоже твой на меня не действует сейчас. Это больно было. И это было больно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы тут сейчас помрем. Нет. Нет. Фух, не померли. Пей. Пей-пей-пей-пей-пей-пей-пей. Он сейчас что-то сделает. Хорошо. Мимо. Фух, отпились. Поплевывает потихонечку. Вторая мантия еще не готова. Далеко ушел. Есть. Хвост отрезали ему. Быстрее, 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 быстрее. Пока он встает, можем еще один удар сделать. Неплохо. Пойду возьму. Бум немного. О. Спасибо. Тут, наверное, мы не съезжаем, да, с вот этой вот штуковины? Да, не съезжаем. Пойдем хвост заберем. А то забуду, как всегда. Плеть его получили, если вдруг понадобится где-то для крафтов. Это хорошо уже. Так, что тут у нас? Гриб. Этого разберем тоже. Все. Просто подсвечивается. Непонятно почему. Давайте слизь его тоже тут осмотрим. И как он там? Случайно не спать пошел? По-моему, еще нет. Он не хромал. Хотя мы ему довольно бодро вламывали все это время. Я просто к тому, что, может быть, имело смысл пойти... В палатку заглянуть. В палатку заглянуть. Надо припасы пополнить. Может быть, тут мы сможем сейчас. Ну, не очень, да? Что-то, что-то там. Не очень. Больно. Идет. Что-то говорит. Какое-то там. Какое-то там. Ох, в эту сторону его Не стоило разворачивать Да, ненормально, получилось Получилось О, эти на него напали, да? Я? Что происходит? Это было интересно Но стамины у меня уже нет О, всё, блин Сейчас как Бахнет Фух, не бахнул Я удивлён Чё-то мы ему отбили На лице О, да-да-да-да-да Спасибо Пойдёт Давай, иди сюда Вечно я так делаю Так, котейка Ты меня полечишь? Прости, сейчас занят, говори А, он поставил эту Хорошо Меня это в целом устраивает Оп, а это уже не устраивает Совсем Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Отходи, отходи А, он Он решил уйти Правильный подход Так, а куда он? Эмм А, действительно, куда он? О, зараза Котейка Ну, сними его с меня Стукни его Веслом своим Стамина уходит в никуда Не, я предлагаю Пойти в лагерь В бою это я с кем? С вот этой штукой Всё, бой закончился Предлагаю пойти в лагерь Подточиться и пополнить Нашу Кстати, стамина-то не восполнится Нам надо Наверное, поесть Поесть паёк, например Да, ну-ка давайте Сейчас выйдем Я сейчас паёк выложил бы Вот этот вот Съедим Раз Съедим Два О, другое дело Да, опять Сменить снаряжение Организовать Вообще На самом деле Может быть Неплохой Была бы идея И пайки носить Свои с собой Чтобы стамину восстанавливали Потому что Она теряется В самые неподходящие моменты Никуда прям Вся уходит Так Где тебя искать? Следы как раз Можно пособирать Тут вот эти неизвестные Но они, по-моему, не прибавляют Они прибавляются Что-то там Отпечатки Да, идут По-моему, игра Говорит нам Что нам в другую сторону А, это следы Тигрекса были Так Так Ну, тоже Исследовать его Будет полезно Мы его одного убили Да, но следов Видимо, собрали Очень мало Как у нас там Есть что? Не успел Ты Ты куда? Я что, даром Эту одел? Блин Очень похоже Что даром Может быть Они сейчас там будут С вот этим Воевать С Кодача Почему Не цеплялся я Наверное Потому что Да, вот эта вот Анимация Уже началась Фактически И вот сейчас Так Давай его В Кодачу Зарядим Прямо Отлично И все Все мимо Короче Прошло О Давай, давай, давай Развернись Быстро Встает Слишком Для меня Теперь Самое Интересное Что мы Кодачу Можем В него Зарядить Если Повезет Не-не-не Давай Развернись Не Получилось О, все Можно Его Захватывать Прекрасно Ставим Ловушку Отлично Ну Довольно Просто В целом Было Было Пару Таких Опасных Моментов Тут Наш Конвой Напал Пойдем Следы Пособираем Какие-нибудь Может быть Еще Эти Сможем Взять Костя Нет Не успели Довольно Просто Да И сколько Мы Его Ну Хотя Не так То Быстро 25 Минут Мы Его Пинали Это При Том Что Практически Все Получалось У Нас Все Атаки Да Проходили Как надо Более Менее Кристалл Чистоты У нас Был А кости Блин Я не посмотрел Какие кости С него Были Ну Сейчас Мы Посмотрим Уже У Кузнеца Без Смертей Тигрекса Немножко Изучили Уже Открыли Да Наконец То Уровень Исследования Для Вашей Комнаты Доступны Новые Украшения И Как раз 14 Рангмастер Это То Что мне Было Нужно Чтобы К Следующему Этапу Этих Событий Приступить Там Где новые Кости Собираются Может Они нам И не нужны Но Что-то Нет Никого Все Вымерли Вымерли Отлично Спасибо Большое Эта Дорога Очень Для Нас Важна Силиана Уже Отстроена И Работает Поразительно Как Быстро Наши Все Закончили Я Да Да Ты не мог бы вернуться на восток и помочь ребятам? Они и так по уши в работе из-за всех этих укреплений. Боюсь, что кто-нибудь что-то там... В общем, да. А ты знаешь, когда вызвать отряд, если ситуация выйдет из-под контроля? Я тебе доверяю, и вся Астера тоже. Если ты этим займешься, я наконец-то вздохну с облегчением. Нет, серьезно. Миллионы вернулись. И с похода... Так, я вижу у этой бабули что-то. О, привет, как там охота? Я... О, я как раз отправляюсь на новое расследование. Я услышала песню, и тут внезапная череда сейсмических толчков. Что-то тут не то. Потому и думаю сосредоточиться на дороже земли. Но на сей раз буду осторожнее. Не хватало, чтобы младшенька опять приснился... Принялся меня отчитывать, младшенький. И ты будешь осторожнее, хорошо? Да, я обязательно буду осторожней. Так, что у нас есть? Еще какие-то новые дела, наверное, в кузнице. Давайте только мы раз рядышком где-то с вот этими отчитаемся. Экогруппе. О, это мне напоминает. Так, увидела на днях охотников в грозостойком покрове. Сразу подумала, надо ли в него что-нибудь впихнуть. Да. Пойдем за мной, пожалуйста. Еще одного громового андианата поймать, и сможем грозостойкий покров улучшенный. Использовать с двумя дырками для камней. Так, выковать снаряжение. Первым делом посмотрим на доспехи. О, громовой андианат у нас желтенький, считается. Громовая железа. Поиск уязвимостей и оживление. Что у нас делает, я вот не помню. Что там, N. Сейчас, сейчас я рожу. Кстати, это, по-моему, апгрейд для нас вполне себе будет. Контрол, вон, родил. При активации сильно увеличивает время неуязвимости. При уклонении уменьшает расход выносливости. Под воздействием аномальных статусов. Ммм. Этот вариант мне больше нравится. А бонус от Аняната увеличивает максимальную выносливость. Поиск уязвимостей. Двойной поиск уязвимостей. Так. Где то, что на мне сейчас... Вот, что на мне. Адагороновый критический взгляд, да? Ну, да, это слишком хороший поиск, чтобы его менять. Но шапку можно и сменить. Тут просто поиск уязвимостей. Одна дырка. И 132 защиты. Защита. А здесь у нас... Тот же поиск уязвимостей. Дырка дополнительная. И защита чуть больше. По-моему, вполне себе апгрейд. Единственное, резистка льду минусовой. Но... Я думаю, это не такая большая проблема. Давайте. Выкуем. Шлемчик себе такой. Использовать, конечно. Конечно. Надо было камень сначала из того вынуть. А! О, черт! Камни... У меня камни были сейчас на... Три камня, короче, вместо крита у меня стояли на сопротивлении этому. Отравлению. Я вчера на этого ходил. На Тобика дачи. И камни, да, не переставил. Неловко вышло. Тут ничего нового. А тут, может быть, тут тоже ничего нового. Так, хорошо. Улучшить снаряжение. Давайте посмотрим по клинкам. Может... Вот здесь взрывной. Да, вот как раз плотные кости у нас открылись. С этого аньяна-то мы получили. Но взрыв здесь закрытый. И заточка синяя это оружие неинтересно точно нам. О-о-о-о. Первое оружие с фиолетовой заточкой. То есть, довольно хороший будет базовый урон. Фиолетовая заточка наверняка урон сам по себе увеличивает. Правильно? Как и белая. Белая вроде на сколько-то его повышает. Плюс мастерство. Уже вариант очень неплохой на самом деле. Ну, давайте посмотрим, может, где-то что-то еще у нас есть. Тут даже белой заточки нет. Это вообще дно какое-то. Тоже мне не нравится. Ну, без белой заточки тоже, мне кажется, слабовато все-таки будет. Если тут хотя бы белая будет, то можно будет использовать. Но будет она еще не скоро, как я понимаю. Потому что еще два типа костей нам надо открыть. Ну, короче, я ничего интересного не вижу, кроме вот этого дела. Фиолетовая заточка, это тема, мне кажется, должна быть. Но, конечно, Наргокугу придется фармить много. Но у меня на Наргокугу есть очень хорошее расследование. Прям, ну, очень хорошее. С хорошими, с тремя золотыми наградами и с двумя серебряными. Но это за 35 минут надо справиться. Справлюсь? Я думаю, что шансы есть. Это, в принципе, мы можем выковать, все дойти. И до сюда, по идее, несложно будет. Ну, вариант, конечно, интересный. Надо будет подумать. Может, вечерком сегодня заряжусь на Наргокугу. Но давайте мы в любом случае сейчас сменим украшения. И, да, противоядие проклятое. Давайте на крит. Надо только найти все эти криты. Самоцвет эксперта. Так. Самоцвет эксперта. Так. Где-то я его пропустил, по-моему, да? Эксперта. По-моему, больше нам экспертов не надо. Вот это противоядие снимем. И у нас еще, по идее, две дырки остаются. Сейчас проверим сменить. А, нет, критического взгляда пока не хватает. Да ну, елки-палки. Еще два надо добавить в любом случае. Ну, ладно. Так, разместить украшения. В любом случае, раз надо добавить, значит добавляем. Только... Есть ли у меня два еще? Эксперта, эксперта, эксперта. Это все установлено. А, вот оно что, да, у нас? Вот тут самоцвет эксперта в шапке был. Так. Поэтому как раз... Да-да-да. Там у нас шикарный самоцвет эксперта, который два дает этих критических взгляда. То есть мы теперь можем один мелкий вот отсюда, например, вынуть. Правильно? И теперь у нас все получается. Это, по-моему, очень хороший апгрейд был. Нет, еще один надо добавить. Критический взгляд. Что еще мы можем добавить интересного такого? Вот. Хотелось бы, конечно, усиление критических атак. Но у меня, по-моему, камни нет. Это один из важнейших навыков тоже для нас, но... Так, разместить. Давайте в мелкий... В мелкий. Не очень мелкий такой слот эксперта. И один у нас даже запасной остается теперь. А что тут? Сопротивление взрыву, льду, кровотечение, устрашение, сбор, ботаник, геолог. Дополнительное усиление атаки на единичку. ТОМОН, ТОМОН, ТОМОН critical ст devastates у него. Всё. ТОМОН, ТОМОН, ТОМОН. антифриз мне нравится на самом деле не нужно будет пить постоянно эту это вариант где мои все я вот что-то понять не могу эти божественное благословение нету разве атаку можно тоже к чему-то там увеличить это все не то вот божественное благословение конечно толку немного от этих 15 процентов но на самом деле чем 15 процентов а там 15 процентов что уж надо сейчас посмотреть еще на всякий случай критический самоцвет у меня только один как я понимаю да ну тогда давайте божественное благословение нет всегда приятно когда она срабатывает попить попить можно в принципе так хорошо что у нас 50 минут уже прошло мы весьма неплохо приоделись давайте мы улучшим еще доспехи и наверное на этом пока что сегодняшнюю серию закончим она будет короче чем обычным так сейчас вот это все потратим кучу барахла тут собирается ненужного так и получаем максимум брони который мы можем себе сейчас позволить да да все улучшено хорошо что там отправиться в астеру давайте пока пойдем посмотрим что там происходит у них задание мы взяли но на если нас никуда не отправят то на основную миссию мы пойдем уже в следующей серии пока глянем что там кто там кто у нас тут беспределит чтобы знать на кого мы охотиться будем дальше и может быть реально я наркокугу пофармлю и возьмем вот эти клинки с фиолетовой заточкой очень интересно на нее посмотреть насколько будет больше урон будет ли он больше вообще на честно паузу нажму и посмотрю поэтому по виким что конкретно цвета заточки делают по моему белое урон увеличивает можно Благодарю, что вы здесь. Моя бабушка вас отправила? Да, господин. Глава попросил нас, чтобы посмотреть, если мы могли бы помочь. Я благодарен. Вы просто помогли, которым мы нуждались. Не было долго, после того, как вы уехали, мы начали получать сообщения о песне, которые слышали вокруг нового мира. Немедленно после этого, предыдущие не обнаруженные субспеции появились, и не упали времени, пока начали уходить в буйство. Комендарь, у меня сильная причина, чтобы верить, что-то, что-то из-за Легиона летали. И если монстры начали лишние животные, то только из-за того, чтобы другие значения для экосистема. Я думаю, что все все связано с тем, что написано на песне. Сохранка и на экосистема. Да, я уже говорил, что написано на песне. По-пуке-пуке и пау-лу-му-субспеции были также причинны наших проблем. В любом случае, я уверен, что я беру мягкие ноты о том, где все эти монстры начали стать активными. Правда. Я оставлю вас в этом. Помните, я надеюсь на вас, чтобы помогать приготовить Селлиана. До свидания! Кто там? Кислотный Глав... Главентус. Главенус. Я его Главенусом называл. Он Главентус. И... Эбиновый Адагарон. Тут, кстати, можно будет на сопротивление миазм поменять. Хотя, вроде урон от миазма какой-то такой скромный стал. Да, в любом случае, этих товарищей мы пойдем пинать уже в следующей серии. Ну, а пока что, да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.